Ожирение – это заболевание с генетической предрасположенностью, это классическое полигенное заболевание. В течение полугода набрать 20-30 килограмм, скажем так, это достаточно просто. В связи с полугода набрали 30 кг, но это катастрофа. Конечно, легко. Это легко сделать на самом деле. Вы против диет? Я против диет. Марина? Да, я радикально против диет. А я объясню. Диета – это краткосрочная стратегия. Я вегетарианка, не ем мясо 10 лет. За здоровое питание. Что такое детокс? Наш организм не требует какого-то специального очищения. И печень, и почки, их не надо очищать, они сами очищают наш организм. Для меня, то, что мне какие-то люди, хейтеры написали, что я жируха, я в курсе, ребят. Я в этом теле живу. Это не новость, вы не открыли ничего нового. Дело в том, что весь вид Homo sapiens так или иначе предрасположен генетическим ожирением. Генотек. Просто такая генетика. Здравствуйте. Меня зовут Елена Ханга, и это проект «Просто такая генетика». Подписывайтесь на нас, впереди очень много интересного. По оценкам ВОЗ, в 2016 году почти 2 миллиарда взрослых имели избыточный вес. Из них свыше 600 миллионов страдали ожирением. В мире отмечаются следующие тенденции причины избыточного веса. Это рост потребления продуктов с высокими калориями и высоким содержанием жира. А также возрастающая урбанизация и снижение физической активности в связи с сидячим видом деятельности и способами передвижения. В прошлом году Копенгагенский университет вместе с Генотек провели исследование, которое показало, что пассивный образ жизни в совокупности с генетической расположенностью увеличивает негативный эффект в два раза. При этом каждый пятый россиянин имеет генетический риск ожирения. Генотек Просто такая генетика Как сохранять свое тело в норме? Бози-позитив. Все же это правильный тренд или большая проблема? И как найти баланс в питании? И нужно ли голодать, чтобы похудеть? Эти и другие вопросы мы обсудим в программе «Просто такая генетика». У нас в гостях модель «Плассайз» Диляра Ларина и кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог Марина Берковская. Марина Диляра, спасибо большое, что согласились поговорить со мной на эту очень модную сегодня тему. Бози-позитив. Очень спорное отношение мое, но вначале я хотела бы услышать мнение специалиста. Как вы его понимаете, этот термин, и как вы к нему относитесь? Я неоднозначно отношусь к термину «боди-позитив» в том, мне кажется, понимании, в котором он иногда транслируется. С одной стороны, любовь и принятие себя, любовь к себе – это очень важно. И мы действительно должны любить себя, любить свое тело в каком бы мы ни были весе, если уж мы говорим о боди-позитиве в аспекте веса. С другой стороны, мне кажется, что когда человек имеет очень большой вес, и свое нежелание снизить массу тела обосновывает боди-позитивом любви к себе, принятию себе, он закрывает глаза на те моменты, которые связаны с его здоровьем. Например? Ну, например, да, если это действительно очень большой вес, то этот вес может оказывать негативное влияние на здоровье человека. И с одной стороны, человек говорит, я люблю себя, я принимаю себя в любом весе, мне хорошо, у меня все устраивает. Но где же тут любовь к себе, если ты не обращаешь внимания на свое здоровье? И какие последствия могут быть большого веса, избыточного веса? Ну, не столько избыточного, сколько все-таки ожирение. Да, и действительно, ожирение – это не косметическая проблема. Ожирение – это заболевание именно потому, что оно связано с повышенным риском целого ряда других болезней. Сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, заболевания желудочно-кишечного тракта, депрессии и так далее, и так далее. И когда человек не хочет думать об этом или даже закрывает глаза на те, мы говорим, это коморбидные состояния, которые уже развились, ну, какой же это, ну, это какой-то такой смещённый бодипозитив, мне кажется, да, это уже не про любовь к себе. Хорошо. Диляра, как вы относитесь к бодипозитиву? Я читала, вы очень приветствуете это. Надо полюбить себя, такой, какая ты есть, отстаньте от меня, мне хорошо в моём теле. Да, всё верно, но я бы отнесла себя к категории бодипозитивистов, которые всё-таки за здоровую полноту. И я отношу себя к людям, которые всё-таки против распущенного состояния. То есть, на самом деле, есть же, да, индекс массы тела. И то есть, здоровая полнота для меня – это когда индекс массы тела соответствует норме. Да, возможно, лёгкая степень ожирения, но когда полнота находится всё-таки в неких рамках. В вашем случае есть лёгкая степень ожирения? Конечно, конечно, есть. Но я отношу себя по медицинским параметрам не я, а меня относят к здоровым людям. И моя масса тела сейчас находится, скажем так, в таком пограничном состоянии на грани. То есть, сейчас я проходила и анализы сдавала на гормоны. У меня с этим нет никаких проблем. Я сдавала много разных анализов. И как мне сказал врач, что сейчас твой организм на данный этап времени, ближайшие 5 лет, он может выдерживать это. Но, конечно, с каждым годом будет повышаться сложность это всё выдерживать. Конечно, в перспективе я бы хотела перед рождением ребёнка немножечко скинуть. Похудеть. Да, похудеть для того, чтобы было легче вынашивать эту беременность. Но я могу сказать, что как здоровый человек в полном теле, что если ваш организм выдерживает, если вы можете, в принципе, жить комфортной жизнью, проблемы нет. Но это очень индивидуально. То есть, девушка с одним весом и девушка с другим весом почти одинаковым могут иметь разное здоровье. Понятно. Марин, как понять грань между вот то, о чём говорит Диляра, здоровым, ну и лёгким ожирением? Вот где та грань, после которого это ожирение? Подруга, давай, соберись. Нет, если мы говорим одно дело про здоровое ожирение, о том, что говорит Диляра, и другое дело про грань ожирения как ожирение. Ожирение мы определяем, как правило, по индексу массы тела. Так, расскажите, это как? Это индекс массы тела, который рассчитывается как масса тела, делённая на квадрат роста в метрах. То есть, ожирение – это когда индекс массы тела от 30 и выше. Если индекс массы тела от 25 до 29, мы говорим об избыточной массе тела или предожирении. Но индекс массы тела не отражает, не всегда точно отражает, есть ожирение или нет, и насколько оно здоровое или нездоровое. Одно время очень много говорили о так называемом парадоксе ожирения, что люди, которые имеют небольшой избыток массы тела или даже ожирение, вроде как даже бывают здоровее, чем люди с нормальной массой тела, и в некоторых ситуациях выживаемость их даже больше. Но не учитывается тот факт, что жир может распределяться по-разному в организме. И если в основном жир откладывается подкожно, в области бёдер, ягодицы, а не висцерально, не внутри внутренних органов, то может быть, да, действительно небольшой избыток массы тела и даже ожирение, но при этом немного висцерального жира, действительно такой человек с большей долей вероятностью будет здоров. А если мы учитываем отложение именно висцерального жира, увеличение окружности талии, то мы можем иметь даже и нормальный индекс массы тела, или индекс массы тела, соответствующий избыточному весу, а не ожирению. Но вот такой человек с большей долей вероятностью будет иметь последствия ожирения. Давайте поговорим о последствиях ожирения. Диляр, я понимаю, что вы не так давно весили 57, я слышала. Это сейчас я в этом весе. Скажите, за сколько лет и почему вы набрали этот вес, и как он отражается на вашей жизни? Ну, на самом деле, набрать не так сложно, нежели скинуть. Это было, в принципе, достаточно легко набрать, если вы питаетесь в ресторанах едой, куда различные добавляют компоненты, которые усилители вкуса. Вот, и там в течение полугода набрать 20-30 килограмм, скажем так, это достаточно просто. Если полгода набрали 30 кг, ну это катастрофа. Это легко сделать, на самом деле. Вот, в чем фишка? Фишка в том, что в плане физического ощущения, например, своей сексуальности, я не почувствовала разницы. Потому что именно я отношусь к такому типу девушек, которые все уходят в грудь. И получается, я, можно сказать, даже, ну когда я набрала, я не потеряла, я только еще... То есть у вас грудь значительно увеличилась. Да, понимаете, то есть, например, с третьего размера до пятого размера, и я получила только даже бонусы от этого. Но не у всех оно так откладывается, поэтому это очень индивидуально. И по поводу висцерального жира, я тоже становлюсь на эти умные весы, и там показывают, там, и висцеральный жир, и, например, чуть-чуть скинешь, там, 5-7 килограмм, все, на один пунктик висцеральный жир, там, у меня... То есть это все сейчас можно контролировать, все смотреть. И в плане самоощущения физического здоровья, ну, конечно, возможно, там, 20-30 килограмм, разница есть, что стало сложнее подниматься по лестнице. То есть вот такие неудобства я почувствовала, да. Подождите, есть мифы, может быть, это мифы, и Марина, может быть, меня поправит, но избыточный вес влияет на сексуальную жизнь. Да, с точки зрения того самого действа, как заниматься этим процессом, конечно же, влияет. Вот, но я бы не сказала, что это настолько сильно влияет, что совершенно либидо падает и не хочется. То есть желание и в 57, и там, в большем весе, оно одинаковое. Вот, то есть я не почувствовала никакой разницы. А с точки зрения поз, да, возможно, я не могу выдерживать больше марафон, но на самом деле не все мужчины выдерживают такой марафон. Особенно мужчины после 30. И я бы сказала, что в 20 лет, возможно, тебе нужен этот марафон, а в 30 лет, возможно, все проходит за меньшее количество времени. Марина, а вы как считаете, как профессионал, вес влияет на либидо? Вес влияет на либидо, но вот как раз-таки через отношение к своему телу. Я, ведь у меня очень много пациенток с ожирением, и они жалуются на сниженное либидо, на отсутствие желания. Но когда ты начинаешь разбираться, проблема, действительно, проблема не в весе на самом деле. То есть, ну, нет какого-то такого механизма, который бы прямо напрямую опосредовал избыточный вес и сниженное либидо. Проблема в том, что женщина начинает, она перестает себя любить, она перестает себя любить в том теле, который есть. Она себя стесняется, она перестает покупать себе красивое белье. Конечно, это снижает либидо, естественно. Она там, может быть, стесняется заниматься сексом при свете. Она не хочет, чтобы муж ее видел. Она себя-то не хочет, чтобы. Это на самом деле одно из первых, чем мы учим наших пациентов, полюбить свое тело. Это правда, то есть это правда так. Перестать называть себя жирной коровой. Они так действительно делают. Ну, хорошо, вы говорите, у женщин не отражается, а у мужчин, у них падает либидо? На самом деле есть взаимосвязь, опять же, ожирение с уровнем тестостерона. Действительно, чем большая степень ожирения, тем ниже, как правило, бывает уровень тестостерона. Но нет прямой взаимосвязи этого уровня тестостерона с либидо и с эректильной функцией жирной. Мужчины тоже. Нету? Прямой нет. То есть действительно, наверное, я бы сказала, что... Откуда же этот миф? Вот говорят, ой, он полный, скорее всего там... Я не знаю. Нет, есть некая ассоциация. То есть, наверное, действительно, если мы возьмем тысячу людей, тысячу мужчин одного возраста с нормальным индексом массы тела и с морбидным ожирением, среди людей с морбидным ожирением будет несколько больше людей с эректильной дисфункцией. Наверное, это так. А морбидный это какой? Это когда индекс массы тела от 40 и выше. Третья степень. У меня куча пациентов. У меня есть один пациент с индексом массы тела 50. И мне его прислали, насколько я помню, бариатрические хирурги с очень высоким пролактином. Я говорю, прежде чем назначать вам лечение, давайте мы пересдадим пролактин. Индекс массы тела 50, ему 45 или 48 лет. Я говорю, ну вот прежде чем пересдать пролактин, нужно накануне исключить секс и спорт, алкоголь. Он такой, я не могу. Я говорю, не можете что? Спорт не можете или алкоголь? Оказывается, что он в день проходит по 5 или 7 километров на дорожке, и ежедневно у него секс. Ежедневный секс с индексом массы тела 50+. У него четверо детей, прекрасная жена, я не знаю, в каком весе, но я его еле-еле уговорила отказаться на весе. Потерпеть несколько дней? Один. Один? Один день, да. В результате мы получили нормальный пролактин. То есть, и такое бывает, да? Действительно, сложнее заниматься сексом в очень большом весе, это факт. Но либидо, это вообще не про... Женская либидо вообще не про гормоны. Вообще не про гормоны. Женская либидо только в голове. Согласна. Например, когда я весила 57 килограммов, у меня на тот момент был молодой человек, который мне говорил, что «Слушай, ну вот все, наконец-то ты я». А я похудела тогда с 65 до 57. И он говорит, ну все, ты вроде бы уже ок, вроде бы я тебя хочу, но попа у тебя все равно большевата. Какая либидо, да. Да. И я тогда... А полотенцем по физиономии не пробовали? Ну, тогда я была более юная и наивная девушка, и я на самом деле, если очень сильно влюбляюсь, то все, я полностью боготворю своего мужчину. И получается, что я такая с кубиками пресса, с хорошей такой троечкой с грудью, суперсексотка, нереальная поджара, абсолютно себя чувствовала каким-то ничтожеством, которого не хотят, потому что попа большая. Вот. И сейчас, да, например, там на 30 килограмм больше другой молодой человек, и который говорит, господи, ну какая ты, какая ты, который просто не отходит от меня, потому что он все время меня хочет, а я хочу его. Понимаете разницу? Который просто хочет постоянно быть со мной в тактильном взаимодействии, постоянно хочет меня потрогать. То есть, типа... И у вас никаких комплексов нет? Нет, и я, когда чувствую себя желанной, я, естественно, тоже начинаю думать о том, что я расслабляюсь. Физиологически сразу же, естественно, это тоже феерия. И когда женщина расслаблена, когда она себя чувствует желанной, то все прекрасно. Поэтому я вообще могу сказать, что и в худом, и в полном теле, как бы в плане возможностей сексуальных, все зависит от того, как вы сам ощущаете себя с конкретным мужчиной. Если вы себя не хотите, вас мужчина не хочет, меняйте мужчину. Это делается легко. Это делается легко. Я бы сказала, похудей. Диляра говорит, меняйте мужчину. Вам это с мужчиной не подходит, девочки. Я не согласна. Это вам совет от души просто. Я согласна в данном случае с Дилярой. Ну что такое, похудей и что, увеличится либидо? Не увеличится оно, да? Кстати говоря, очень худые женщины, да, имеют низкий уровень эстрогенов, и, скорее всего, они будут страдать от сниженного либидо именно из-за нехватки эстрогенов. Но в целом женская либидо, это вообще не про гормоны. А можно я задам один вопрос, меня интересует. Скажите, регулярный секс, он поднимает либидо до каких-то больше? Я заметила такое, чем больше, тем больше хочется. Есть такая история? Я думаю, да, я не сексолог, да, но мне кажется, что, да, аппетит приходит во время еды. Скажите, когда нужно, вопрос к Марине, забить тревогу и понять, что надо бежать к врачу? Причем я говорю о детях. Я ходила к своей дочке в школу, там подростки, и я обратила внимание, что там, ну ладно, девочки полненькие, ну их называют пампушечками, но тут я видела, что ребята, подростки ходят с женскими фигурами. И это не медицинское заболевание, это то, что их откармливают бабушки. Это заболевание, к сожалению, ожирение – это самостоятельное эндокринное заболевание, да, то есть, к сожалению, это болезнь. И это бить современного общества, все больше и больше детей и подростков имеет лишний вес и ожирение. К сожалению, их родители, и тем более они сами не видят этой проблемы. Как это родители не видят этой проблемы? Вот я со стороны вижу, а родители не видят. Ну, родители могут сами иметь лишний вес, да, для них нормально, что в семье вот так питаются, мало двигаются, да, что дети набирают вес прогрессивно. Родители не всегда видят проблемы. Знаете, мне кажется, частенько виноваты бабушки. Это при том, что я очень люблю свекровь, но когда у меня родилась дочка, я вообще ни соль, ни сахар не давала, потому что мне казалось, что она доберет это из каких-то других продуктов. Потом я уехала на месяц в командировку, вернулась, смотрю, три чайные ложечки в чай, три чайные ложечки. А если еще пьешь там четыре или пять этих чашек чая, то набирается вот столько сахара, вот просто ненужного сахара, и ребенок уже привык к этому. Плюс варенье, а как же это святое, а плюс каши там все это, это святое. Это ужас, сколько сахара, и ребенок уже привык. И вот уже вырос ребенок, а привычка осталась. Да, проявление любви через еду, да, через то, чтобы накормить. Да, ну вот к вопросу о том, когда бежать к врачу. Понимаете, какая штука? Даже если родитель схватит этого ребенка, поведет к эндокринологу, ну, эндокринолог проверит гормоны, скорее всего там все хорошо, да, и скажет, а вам нужно менять образ жизни, вам нужно менять питание, увеличить физическую активность, если вы хотите, чтобы ребенок не имел в будущем лишнего веса. И вот, к сожалению, мы видим, что часто родители, они хотят найти какую-то причину на бланке анализов, да, а ее там нет. Она вот в нашей генетике и в образе жизни современного человека. Поэтому важнее не бежать к врачу, да, а важнее понять, а почему вдруг ребенок набирает вес, да, проанализировать питание, да, увеличить физическую активность, а к врачу пойти, может быть, конечно, провериться надо, да, но в целом за советом о том, как будет более безболезненно, более комфортно изменить питание. Вот часто говорят, ой, это такая генетика, вот у меня ребенок такой, потому что мой папа был такой, моя бабушка была такая, там, широкая кость, там, или еще какое-то объяснение. Действительно ли генетика влияет на ожирение? Влияет. Мы не можем отрицать тот факт, что ожирение – это заболевание с генетической предрасположенностью, это классическое полигенное заболевание. Ну, то есть существует целый комплекс генов, которые обуславливают большую вероятность человека набрать больше вес в одинаковых условиях по сравнению с другим человеком. Но дело в том, что весь вид Homo sapiens так или иначе предрасположен генетически к ожирению. Выжил вот тот человек, который умел выжить от одного мамонта до другого мамонта, умел эффективно накопить жировые депо. И, к сожалению, мы сейчас за это расплачиваемся, потому что мы стали меньше двигаться, и нам не надо добывать мамонта. Мы работаем головой, а чтобы иметь какую-то физическую активность, нам надо ее специально организовывать еще, да? Ну да, надо заставлять детей гулять. Мы-то в свое время с вами бегали на улице, хотя я значительно старше, но вы застали то время, когда люди гуляли. Я застала, они гуляли на улицах и прыгали, да. А вы, наверное, уже не гуляли? Мне 35 лет. Конечно, я гуляла. Конечно, я пропадала постоянно. Меня просто можно было только на обед пригласить. Мама, если звала, тогда я прибегала. Остальное время мы прыгали на скакалках, у нас были классики. Резиночки. Да, у меня было все абсолютно классическое сервское детство, и поэтому я из вашей эры. Хорошо, а с какого возраста можно начинать диеты? И насколько диеты действительно помогают? Потому что я слышала, ты сбрасываешь очень много, это мучительно. Ты, например, год себя глумишься над собой, а потом чуть-чуть ослабляешь хватку, и все это возвращается. Что? Год – это много. Ни с какого. Нельзя начинать диеты. Вы против диеты? Я против диет. Марина. Да, я радикально против диет. А я объясню. Диета – это краткосрочная стратегия. Диета – это некоторое ограничение, это некоторый план питания, который вклюбкает. И это ограничение, это диета, особенно если это строгая диета, она запускает в организме механизм более эффективного накопления калорий. Как это? Что это значит? Есть такая метаболическая адаптация. То есть, когда человек садится на диету, он худеет, у него таким образом меняется энергетический метаболизм, если не углубляться в молекулярные основы, что когда он дает хоть минимальное послабление, возвращается к тому питанию, которое было до диеты, он с вероятностью 100% наберет вес тот, который был, а, возможно, еще и больше. А что же делать? А что делать? Важнее правильные пищевые привычки. Раз и навсегда, на всю жизнь. Марин, завязывайте с ресторанами. Ну почему? То есть правильные пищевые привычки. То есть надо полюбить правильную, вкусную, разнообразную. Есть брокколи, полюбить есть брокколи. Не только же брокколи существует, да, овощей, я не знаю, вот гораздо больше видов овощей, чем видов мяса, например, видов булок. И мы говорим скорее о необходимости увеличения здоровых продуктов в рационе и уменьшения доли условно нездоровых продуктов в рационе. Никто не говорит о том, что ваш рацион на 100% должен состоять из брокколи, куриной грудки и гречки. Так можно свихнуться. Да. Но мы должны стараться, чтобы в нашем рационе было больше полезных продуктов. Читмил раз в две недели. Что? Читмил раз в две недели. Что такое читмил? Я могу рассказать про свою систему питания, то, что будет интересно девушкам. Не ежедневный рацион, а рацион подготовки, например, к съемке купальников. Это то, что действительно помогает, то, что я заметила. А вы рекламируете купальники? Конечно. И если, например, мне нужно просушиться, скинуть несколько килограммов, но нескольких килограммов при большом весе, это ни два, ни три, я могу скинуть 5-7 килограммов в течение двух недель, если я соблюдаю как раз-таки 8 на 16 правильное питание. То есть никто не говорит про диет. То есть есть задача просушить свое тело, то есть остаться в полном теле, но быть более просушенной, овал лица. И поэтому я могу поделиться с девочками, потому что... Делитесь. Девочки, может быть, это будет интересно. То есть по поводу орешков, авокадо и правильного питания с утра, то есть все углеводы в основном до часа, это идеально. Вот еще я пробовала воду рисовую. Это что такое? Когда убирают соль из организма, то есть нужно промывать рис и употреблять его в отварном виде. Очень эффективная вещь. В течение недели, если соблюдать, очень здорово убираются лишние соли из организма. Полезно для суставов. А я думала, от риса поправляются. Нет, если в остальное время не употреблять, скажем так, остальную пищу, то проблем с этим нет. Это же с утра. И в основном получается с утра углеводы, в обед белковая пища, а вечером уже стараться без ужина. То есть в течение 8 часов кушаешь, потом записываешь, и 16 часов уже не кушаешь. Можно водичку, чай, минералку, то есть вообще без проблем. И получается, если ежедневно на таком правильном питании выдерживать хотя бы 2 недели, то результат просто супер. Ты не просто теряешь жир, если еще заниматься физически, то получается наращивается мышечная масса, и просто ты просушишь, выглядишь супер. Диляр, но через 2 недели, когда ты перестаешь вот так вот питаться, я так поняла, Марина, там взрыв. Нет, прибавляется там, не знаю, 2-3 килограмма максимум, плюс водичка. Они чуть-чуть, но это не так глобально. А если продолжать сидеть на правильном питании, например, уже с ужином, то в принципе будет планомерно сбрасывать вес. То есть я против диеты, я за просушки, это только перед съемками, а так я в принципе за здоровое питание. Я вегетарианка, не ем мясо 10 лет. За здоровое питание. Постоянно. Субпродукты, печень, гречка, это то, что так как я донор крови, постоянно в моем рацион. Вы спросите, печень говяжья. Ну, я субпродукты для крови употребляю, но никакого мяса красного, никакой курицы, никакого мяса теплокровных нет. Вот, пескетрианка, это называется мое направление. Плюс печень. Да, плюс печень, субпродукты, но это для крови нужно, потому что мне должна быть для донорства идеальная кровь. Вот, в чем фишка, вы спросите, почему ты тогда, раз ты на таком суперпитании, почему ты полный? Ну, вот боялась спросить. А я уже знаю, на самом деле, я все знаю про себя, вот в этом фишка. Фишка в том, что я люблю выпечку, потому что я татарочка. Потому что все пищевые привычки, которые есть, которые сформированы, вы понимаете? Это никуда не денешь. В любом случае, я люблю курасанчики, я люблю... Это не связано с какими-то там шоколадными тортами, это связано просто свежий хлеб. Я, знаете, как из мультфильма, там, сыр Рокфор, так и я, там, просто свежий хлеб, я его чувствую за километр. Любая какая-нибудь пекарня, все, радары настроены. Я не могу себе позволить постоянно. Если я буду есть эта выпечка постоянно, то я тогда не смогу сниматься в белье, а очень хочется. Так, Марина, ваш комментарий. По поводу читмила, да? Я обычно рекомендую все-таки не читмил, а каждый день позволять себе что-то в небольшом количестве, ну, что не вписывается, да, в правила условно-здорового питания. Протейновые батончики есть? Алкоголь. Нет, не обязательно. Какие протеины батончики? Что угодно, да? 10-15% калорийности условно для кого что? Для кого-то это маленькое пирожное, для кого-то это мороженое, для кого-то это просека или что-то еще, неважно. Докол красного вина. Что угодно, да? Каждый день 10-15% калорийности. Ну, условно, до 200 килокалорий. Да, но это не всем подходит, потому что я, например, если открывается вот этот аппарат, если открывается, то начинается все. Мясорубка пошла. Мясорубка пошла, да. Нужно анализировать, что происходит, потому что это... Может быть, вы отвлекаетесь, не сосредотачиваетесь на том, что вы едите. Ваш мозг не получает от этого должное удовольствие. Либо вы заедаете усталость, я не знаю, раздражение, что угодно. У каждого тоже, да. В данном случае, наверное, нет, но да, у каждого тоже, да. Но когда человек ест сразу чего-то очень вкусного, много, да, то встает вопрос, что он этим заедает, потому что маленький кусочек, в принципе, имеет тот же вкус. Если сесть медленно, вдумчиво, без телевизора, без гаджетов, это съесть, позволить себе и знать, что ты завтра тоже себе это позволишь. Не соглашусь в этом моменте. Я получаю удовольствие от еды. Вы понимаете, я ничего не заедаю. Мне нравится вкус еды определенной, и я получаю удовольствие. И получается, второй кусочек выпечки это продление этого эффекта. Удовольствие. Да, то есть наслаждение вкусовых сосочков. И получается, я не хочу заесть что-то, поэтому я не согласна. Это стереотип. Не-не-не, это не стереотип, это другая проблема. Зависимость от еды. А, это зависимость от еды. Возможно. Да. Вот возможно я соглашусь. У кого-то так, у кого-то так. Мне говорили, надо есть ровно столько, сколько помещается в ладошки. Ну, такого нет. Опять мимо. Опять, смотря, чего вы едите. У кого-то растянутый желудок. Можно я договорю? Вот по поводу получения удовольствия, от еды. То есть, если у нас стоит задача каким-то образом с этим бороться, да, потому что, возможно, с этим придется бороться, то здесь нужно думать, от чего еще я здесь и сейчас могу получить удовольствие. Но вот именно здесь и сейчас. Не просто там поехать на Мальдивы или купить себе там что-то это красивое. то есть сесть и записать вот моментальные удовольствия, кроме еды. Вы поняли? Ну да, я поняла мысль. Например, если мы сейчас находимся конкретно здесь, я могу получить помимо кофе с куросаном удовольствие от занятия любовью или от съемочного процесса. Ну придется. Этот съемочный процесс происходит, поэтому я могу отказаться от куросана. То есть, какие-то любимые действия, кто что любит. Например, я люблю камеру, я люблю съемки, я люблю моду. Если выбирать посетить показ или съесть шоколадочку, конечно, посетить показ. Да. На самом деле у всех есть пищевая зависимость. То есть, еда это удовольствие, это нормально. Мы получаем удовольствие от еды. Не только человек, но и все остальные существа. Проблема, наверное, начинается там, когда, там, где еда составляет основу, основу этого удовольствия в целом. То есть, когда у человека 150 способов получить удовольствие и одной из них еда, или 150 способов заесть что-то, это ведь все из одной серии, да? Это нормально, да? То есть, он может выбрать, и когда, он может выбрать из-за этого списка. А когда еда заменяет все остальное, вот здесь это является уже проблемой. Диляра после шести не ест. Вы как там? Когда сушусь. А так вы едите после шести? А так, ну, после восьми стараюсь уже заканчивать эту историю. Закрываемся, опечатываемся. во сколько мы ложимся спать все-таки, да? Потому что... За четыре часа до сна вообще? Три-четыре часа до сна, это физиологично просто так устроен наш организм. А у нас были специалисты, которые говорили, что надо выпивать очень много. Вот я сейчас точно не помню, но несколько литров именно воды. Не жидкости, а воды. Причем чай-кофе не входит. Как вы относитесь к этому? Ну, какой-то научной базы под этим нет. То есть, естественно, мы должны быть нормально гидротированы. Есть формула 30 миллилитров на килограмм. Тоже, скажем так, не всем она подходит. Если человек весит 100 килограмм, он должен 3 литра выпивать. Если 150, то сколько? 5 литров? 4,5. Да, больше. Да, много, да. Мне кажется, достаточно логично ориентироваться на цвет мочи. Если моча светлая, значит, человек гидротирован нормально. Если моча темная, значит, да, надо пить воду. А желтая это нормально? Это значит, вы витаминные какие-то пьете, наверное. Понятно. Ну, есть, очень желтая, ядреная, это, скорее всего, рибофлавин, витамин группы В. Но вообще, должна быть прозрачная? Ну, она должна быть светлая, да? Нет, не прозрачная. Светло-желтого оттенка? Да, она должна быть соломенно-желтая, да, такая вот светло-желтая. После употребления алкоголя она бывает более темная, как раз таки. Это не всегда. Нет. Я замечала так. Ну, может быть, у вас так, да? Вы позируете в нижнем белье, вы рекламируете купальники. Скажите, как избавиться от комплекса, что у тебя не все в порядке? Вот я уже не хожу на общие пляжи. У меня вот комплекс, что там у меня живота, у меня там вот ляжки или еще что-то. Хотя мне подруги говорят, да нет, там все нормально. Но я себя вижу той, которой я была там в университете, и поэтому я по этому поводу очень комплексую. как избавиться от этого комплекса? Вот вы себе все позволяете, и у вас никаких комплексов нет. Это правда. На самом деле я поняла, что нужно просто вычленить в себе свои самые красивые стороны, свои самые лучшие черты, и сделать на них акцент. То есть, вы же знаете, что у вас, у каждого человека во внешности есть определенная фишка. Ну, если говорить обо мне, я знаю, что у меня там чувственные пухлые губы и большая грудь. То есть, значит, я для того, чтобы выйти куда-то в свет, могу там пойти на пикник, или где публично придется раздеваться или на море, значит, я, скорее всего, увлажню губки или сделаю яркую помаду, распущу волосы и надену купальник с большим декольте, чтобы привлечь все внимание окружающих к своим достоинствам. А если вы сделаете точно так же, то вы тем самым всем запудрите мозги, и никто не обратит внимание на ваши недостатки. Понимаете? Это очень работает. И в этот момент, когда ты видишь... Главное, в это поверить. Главное, что ты видишь свои, получается, сама видишь достоинства в зеркале, ты видишь, как люди положительно реагируют, и никто уже не смотрит на то, что здесь какой-то целлюлит. Да вообще плевать. Абсолютно. Поэтому просто поймите, какие... Может быть, у вас длинные ноги. Красиво. Или форма икры какая-то. Так мы сейчас проверим. Например, узкая щиколотка. Нет. Так, нужно поработать. Ну хорошо, но не всем так повезло, как вам. Нет, у каждого, у каждого есть своя фишка. Даже, например, форма носа, если какая-то... Нос даже не начинает. аристократичная история. Абсолютно. Хорошо, но что нравится? Есть хотя бы один пункт, который вам нравится в себе, признайтесь? Нет. Нет, такого не может быть. Когда вы стоите нога перед зеркалом... Я стараюсь не стоять. Неужели нет ничего, что вас вдохновляет? Ну или комплименты, которые... У вас же есть топ комплиментов за всю жизнь, которую вы получали? Там, красивые глаза или красивые волосы. У вас тоже потрясающие глаза и губы. Мне кажется, что если вы сделаете на этом акцент, то окружающие просто не заметят какие-то мелкие недостатки, которые видны только вам. Мы вообще смотрим на себя только через призму того, как мы видим себя в зеркале. Но люди воспринимают нас совершенно иначе. мне в Инстаграм такие гадости пишут. Мне написали в Инстаграм, что это вы такая несвежая, с возрастом стали и так далее. Поэтому вот я хотел спросить, а вам не писали гадости? Регулярно пишут. Регулярно пишут, но я к этому отношусь уже. На самом деле, я уже проверяю свою эмоциональную часть на то, что же меня все-таки может добить. Давайте, оскорбляйте меня, сделайте мне больнее. А уже ничего не цепляют, потому что, когда я, то есть смотрите, я всю жизнь, например, последнее время была полной. То есть для меня, то что мне там какие-то люди, хейтеры написали, что я жируха, я в курсе. Ребята, я в этом теле живу. Это не новость. Вы не открыли ничего нового. Если бы вы написали мне, что у меня контент какой-то не очень или мой позинг не очень, я бы обиделась на какие-то указания на профессиональную деятельность. А когда они указывают мне на факт того, что я полная, я и так в курсе. Это то же самое, что они мне скажут, что у меня корит цвет глаз. То есть я это воспринимаю на таком же уровне. Марина, ну, конечно, вот эта самоуверенность фантастическая. А к вам, когда приходят люди с ожирением, они вот такие же уверенные все? Правила нет. Ну, нет, конечно, да. На самом деле, большинство людей с ожирением очень не уверены в себе. Я почему говорила, что ожирение часто приводит к депрессии, да, потому что и люди видят себя некрасивыми, и, к сожалению, люди с ожирением подвергаются прессингу со стороны общества, со стороны окружающих. Диляра воспринимает, видите, это абсолютно адекватно. Но ведь далеко не все и большинство воспринимают это неадекватно, да, то есть люди действительно обижаются. Еще проблема людей с ожирением в том, что, ну, есть, считается, что это люди с низкой силой, с отустым силой боли, люди распущенные, да, там, обжоры, да, иногда говорят, меряхи. То есть вот какие-то такие стереотипы, которые на самом деле не имеют ничего общего с реальностью, они вокруг людей с ожирением вот всегда вьются. всегда витают. Поэтому большинство людей с ожирением, которые доходят до меня, да, конечно, это смещенная выборка, у них самооценка занижена. Не у всех, но есть. Что делать женщинам после родов? Вот я, например, набрала 3 или 4 килограмма и там в течение года не могла избавиться, и для меня это была трагедия, особенно после того, как комсомольская правда написала, что я растолстела, а кадр всегда телевидение, как вы знаете, увеличивает. Ну, в общем, это был удар очень сильный по моему самолюбию. Что делать женщинам? Как им потерять этот вес? 3-4 килограмма это на самом деле не проблема вообще с точки зрения медицины и, мне кажется, даже косметики, да? Ну, это, понимаете, это чувство, ты сам чувствуешь это. И депрессия, это чувство депрессии. На самом деле важно не забывать про себя, самое главное. Вот я с чем сталкиваюсь у моих пациентов, у пациенток после родов, они очень сильно погружаются в ребенка, в домашнее хозяйство и забывают про себя, забывают про свою физическую активность совершенно полностью, забывают про питание. Буквально на прошлой неделе была пациентка с ожирением, тоже набрала вес после родов и ребенку уже около трех лет я начала спрашивать, как вы там двигаетесь, не двигаетесь, едите, не едите. Я практически не двигаюсь, я вот целый день с ребенком, а ребенок уже в песочнице, с ним уже не надо бегать, наматывать круги с коляской. И я практически ничего не ел, целый день, пока я его не уложу, только когда я его уложу, я могу посвятить какое-то время себе и начать там есть. Это классический пример отодвигания себя на второе или последнее место. То есть она думает про всех, про ребенка, про мужа, а про себя она забыла. Надо помнить, что вы у себя одна. И обязательно организовывать свое питание, пускай ребенок сидит, подождет, мультик посмотрит. Организовать физическую активность тоже можно. И с ребенком тоже. Знаете, мой любимый анекдот про питание, когда женщина очень поправилась и пришла вот к доктору, как к вам, к Марине, и говорит, что вот ничего не могу сделать, я вообще ничего не ем, а вот набираю, набираю в лес. Весы доктор говорит, ну расскажите, что вы едите? Он говорит, ну вообще ничего не ем, ну вот утром там мужу на работу сделала, что-то такое, он ушел, я доела. Потом ребенка в школу собрала, он ушел, я доела. Ну потом свекровь там встала, я и что-то такое сделала, я доела. И врач говорит, может вам свинью завести? Он говорит, свинью, что за свинью еще доедать? Да, 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 да. Именно так, да, именно так. Или говорит, я не могу готовить себя отдельно. Да, вот. В смысле, а зачем? Что зачем? Зачем готовить себя отдельно? То есть это тоже тупиковый вариант, готовить себя отдельно. Готовьте на всю семью так, чтобы... Вы ребенку делаете манную кашу? Нет. Что нет? Не делаю манную кашу. У вас маленькие дети были? Да. Вы не делали? Нет. Там полезного мало. Конечно. Хорошо. Вы ребенку жарите макароны по-флотски. Так. Вы будете? Буду. Будете есть макароны? Конечно. Ну, вы будете. Я буду, я положу себе немного и салат, и детям впихаю овощи, и макароны по-флотски. Проблема... А что плохого в макаронах по-флотски? Потому что это макароны с мясом. И что? Набираете вес. Ну, нет. Вопрос количества. Вопрос количества. Но если днем и хорошие макароны, качественные, то в принципе... Или добавить и залить их маслом, так, чтобы они в них плавнём плавали. Почему нет? ПП-шно приготовлен. Вопрос, как приготовить? Да. Я хотела по поводу девочек сказать сюда. Ко мне тоже часто обращаются девушки полненькие, как почувствовать уверенность в себе. И если я понимаю, что девушка не может похудеть из-за своего стиля, образа жизни и питания в ближайшие пару месяцев, но она хочет уже почувствовать вот этот вайп того, что она красивая, то я рекомендую многим девушкам минимальные вещи. Просто выделить себе выходной день, надеть на себя платье по размеру. Просто проблема многих девушек, которые располнили, что они пытаются влезть в ту одежду, которая была до того, как они поправились. Получается, это всё как сарделька натянуто, хотя есть большие размеры. Они пытаются жить той жизнью до того, как она стала полная. Но если бы я так жила, то я бы просто подходила к своей куртке 46-го размера и просто бы просто плакала, потому что я не могу в неё влезть. Поэтому нужно просто принимать данность того размера, который есть сейчас, и работать над собой. Получается надеть платье по размеру, да, крупнее, но всё равно, если платье хорошо сидит твоего размера, то всё будет отлично. Сделать макияж, сделать укладку, воспользоваться парфюмом и пойти куда-то на выставку. 100% вы будете себя уже хорошо ощущать. Вы уже будете себя чувствовать ухоженно. Пойти на маникюр, можно посетить какое-то мероприятие. Вот так пошёл бодипозитив. Вот это вот всё пошло. Нет, но если сидеть дома в пижаме, смотреть на свои старые вещи и плакать, позитива вообще будет моль. Диляра, я категорически с вами не согласна. И вот скажу почему. Когда я родила и поправилась на два размера, мне стилист на НТВ сказал, Лена, купи себе одежду на два размера больше. И не мучайся. Что я сделала? Чем закончилась? Я стала много есть, я расслабилась, потому что одежда была свободная. Это вот эти вот запахайки, где вообще ничего не видно. И что живот вываливается из брюк. И очень комфортно себя чувствовала. И я росла как на дрожжах. Но потом я сказала, нет. Мы возвращаемся к платьям, которые были задолго до того, как я родила. И давай влезай туда. Вот и я себя заставляла. И до сих пор я ношу платье, купленное 30 лет назад. 30. И для меня это показатель. Если я влезаю в эти платья, значит нормально. Если не влезаю, надо меньше есть. Вот мне кажется, то, что вы предлагаете... Как временную меру. Как временную меру. Для того, чтобы хоть как-то облегчить свое эмоциональное состояние. Ну а с другой стороны, я ведь... Действительно, некоторые женщины в большом весе, они вообще не покупают себе ничего красивого. Потому что, ну а зачем я буду себе покупать красивое? Я еще не покудела, да. Мое тело недостойно этого. И это снижает их самооценку. Это снижает, действительно, это ухудшает их эмоциональное состояние. И даже это мешает похудеть. А желание втиснуться в любимые джинсы, это не хорошее? Ну это не все. А еще, понимаете, когда большая разница между тем размером, который сейчас, и вот теми любимыми джинсами, даже небольшой отвес, небольшой эффект воспринимается ими как неудача. Трагедия. Как отсутствие эффективности. Вот приходят и говорят, я сидела, я там правильно питалась, там исключила сладкое булки, я похудела всего на 3 килограмма за месяц или за 2 месяца. Я говорю, а дальше что? Ну что такое 3 килограмма? Мне ничего не помогает. Я бросила это дело. Я говорю, ну как же так? Вы за месяц похудели на 3 килограмма. А если бы вы продолжили, то за год вы бы потеряли уже больше 10 килограмм, правильно, да? Или там к 20 килограмм. И это уже большой эффект. То есть вот эта недооценка собственных усилий и неверие в себя, это тоже большая проблема. Согласна. Поэтому на самом деле надо себя хвалить и награждать даже за вот каждый, вот каждый минус килограмм или какую-то промежуточную цель. Награждать чем-то вкусненьким? Нет. Ну новым платьем. А, понятно. Маникюрчик, поход к визажисту, любые девичьи вещи, которые повышают женскую энергетику. Вообще женщинам полезно заниматься женскими вещами. Даже если вы расставляете свечи по дому, это повышает ваш энергетический вот такой женский запас. И многие женщины, которые работают на каких-то бизнесменш, какие-то крупные начальницы, они набирают вес из-за того, что у них еще очень сильная мужская энергетика. Это влияет. То есть они становятся, у них нарастает вот эта холка, вот эти плечи, такой мужественный тип становится. Я не знаю, я не эзотерик, но с точки зрения энергетических историй это тоже каким-то образом влияет. Марина, это спорный тезис. Не знаю, да, я всегда считала, что тип фигуры заложен генетически. но я просто вижу девушек, женщин, которые приходят ко мне, если она главный бухгалтер, то это будет 100% такой перевернутый треугольник, где все на себя она берет, у нее жирно окапливается вот в этой части, и то есть абсолютно неженственная фигура, энергетика другая. Я очень тонко это все чувствую, и заходит прям такая полумужская энергетика в комнату, то есть неженственная. Поэтому это нужно еще работать, заниматься женскими, там, цветочки, приготовить ужин, макияж, то есть все женские абсолютно дела. Поэтому мне кажется, что это все связано, вообще все гармонично связано. Как вам такой лайфхак? Приходить в гости? Ну, вечером, например, все едят, и невозможно отказаться, это все вкусно, но я прошу друзей дать мне сухим пайком. С собой. С собой. Почему нет? Да, мне кажется, очень хорошо. И я знаю, что я это съем. Да, но тогда, когда вы это запланируете. Ну, я утром или днем это съем, а вечером, да, и никто не обидится, я заранее предупреждаю хозяйку, что вот я вечером не ем, и мне тут собирают. Прекрасно. Супер. То есть нормально вы считаете? Это принимается. К вам как к модели вопрос. Позволяете ли вы себе бургеры, там всякая вот эта вот еда, не очень. Да, фастфуд. Да, позволяю, но в среднем я делаю читмил раз в две недели. Когда я делала раз в неделю, я поняла, что тогда у меня, получается, отвесы не очень хорошие. И в среднем за один читмил я набирала там плюс два килограмма. И я поняла, что тогда вся моя работа в течение недели по здоровому питанию обнуляется за этот один читмил. И поэтому я решила, что я буду делать два раза в месяц, ну, получается, раз в две недели. Вот. И в плане количества, ну, чаще лучше не делать. То есть это оптимально. Да, это может быть алкоголь, это может быть фастфуд. Но если честно, когда ты сидишь на здоровом питании, вот этой тяге к этим химическим, уже она пропадает. Настолько не хочется. То есть мне больше уже стало хотеться просто купить какого-нибудь там хорошего тунца, покушать. То есть морепродукты покушать. Что-то такое. Или выпить алкоголь хочется, например. Но я это приурочиваю к каким-то праздникам, мероприятиям. От алкоголя поправляешься? Конечно. К сожалению, да. Алкоголь сам по себе очень калорийный. Даже сухое вино калорийное, сам алкоголь. Вот сам спирт калорийный. Ну, кроме того, все-таки алкоголь сопровождается с едой, да, и вечер закусками. Еще на следующий день. И бедительность притупляется. На следующий день все знают эту историю. Когда ты выпил алкоголь, на следующий день тебе хочется съесть что-то запрещенного, запрещенку вредную. Потому что состояние не очень. Одно время я на следующий день пила соки. Вот садилась на диету. Детокс. Марин, как вы относитесь к детоксу? На самом деле, что такое детокс? Наш организм не требует какого-то специального очищения. И печень, и почки их не надо очищать. Они сами очищают наш организм. Поэтому это миф, что соки это какой-то детокс. Это миф? Конечно. Это получается голодание? Да, это просто уменьшает калорийность. Хотя, если это фруктовые соки, это достаточно большая углеводная нагрузка. И для пациентов с нарушенным углеводным обменом это такая себе история. Соки действительно могут повысить глюкозу значимым у пациентов с предиабетом или диабетом. Детокс, это не детокс. Это как бы разгрузочный день, потому что калорийность все-таки меньше. Но такой же разгрузочный день можно сделать на любом другом продукте. На арбузе. То же самое. На арбуз тоже достаточно большая углеводная нагрузка будет. Дыня. То же самое. А можно вопрос? В спа-центрах очень часто делают такую историю, как клизмы, очищение желудка. Вот эти все клизмотерапия, вот вы говорите, что не нужно это очищение дополнительно. Это насильственная мера для организма или нет? Клизма – это насильственная мера для организма. Природа не предусмотрена клизма. Но зато очищается организм. Нет, подождите. Наша задача как-то так заставить его работать, чтобы стул был ежедневный, не было необходимости делать клизму. Клизма нарушает все равно микрофлору толстой кишки в любом случае. И неизвестно, как потом организм восстановит свою моторную функцию микрофлору после этой клизмы. Просто говорят, что все, например, каловые массы и все, что все токсины есть, которые есть, что вроде ты в этом спа-центре у тебя все прочищают, а потом ты можешь... Нет, каловые массы должны ежедневно эвакуироваться естественным путем. А если они не эвакуируются, надо идти к доктору-гастроэнтерологу за лечением. Направлено на ремень. Потому что там что-то закрытое, в закрытых домах. Еще предлагают чьи специальные, которые помогают решить эту проблему. Так они тоже слабительные. Ну да. Но любой слабительный это такая мера скорой помощи. То есть если у человека запор, то действительно нам приходится использовать тот или иной вариант слабительного. Но это такая вот палка о двух концах. То есть если на него можно подсесть на слабительный, тогда человек не сможет регулировать стулы, не сможет сходить в туалет, извините, по-большому, без слабительного. Поэтому это не выходит. Нельзя этим обликаться. Конечно, вредные клизмы, и слабительные. Просто в ноябре собралась в спа-центр, вчера с подружкой разговаривали. И она говорит, вот все сделаем, там детокс, все, чистки, все дела. Прям актуальный разговор вчера был. Я такая думаю, не знаю, насколько мне это актуально. Я еще такой знак вопросов в голове поставила, поэтому сейчас возможность задать этот вопрос. Значит, я не буду в спа-центр, надо подписываться, не буду. Не надо. А массажи помогают, кстати, во всех этих массажных кабинетах, говорят, что ты теряешь вес. Скажем так, значимо похудеть, вряд ли от массажа получится. Наверное, какой-то там активный массаж, может быть, убрать, водичку убрать, улучшить лимфоотток, венозный отток и действительно снять небольшую отечность, лимфостаз. Да, но это не жир. Жир никуда не денется. Конечно, нет. Жир надо топить на кардио. Пошла на бачата, супер. Вышла мокрая, как никогда. Бачата, он меня там укатал, укатал. За полчаса просто мокрее. Нет, не пробовала. Супер. Да. Такие мужчины еще колоритные там. Ну, а там что они? Конечно. Генотек. Просто такая генетика. Друзья, мы сегодня говорили о бодипозитиве и вот скажите, может быть, ваше отношение изменилось после нашей беседы к бодипозитиву, потому что я так и осталась на позицию, так что это не очень полезное явление для тех, которые, для тех людей, у которых есть ожирение, потому что это дает возможность людям жить в комфорте и с излишним весом. Ну, я также осталась на своем мнении о том, что ожирение это болезнь, да, и все-таки мы, как врачи, должны мотивировать пациентов нормализовывать массу тела, но при этом не забывая о любви к своему телу. Так, и? У меня все по-прежнему, я овен по знаку зодиака, поэтому если я какую-то позицию приняла, то я ее не меняю, и в принципе сегодня наш разговор был для меня очень полезен, интересен, и многие какие-то моменты узнали. Но опять же, я убеждаюсь в том, что я за здоровый бодипозитив, когда индекс массы тела не повышает норму, ну, глобально, поэтому, наверное, все, что до третьей степени ожирения, я сковорю, да, но я против четвертой степени ожирения, поэтому, девчонки, контролируем этот момент. Третья, четвертая степень? Четвертая нет. Четвертый? Ну, тогда, в общем, до, без максимума. Это когда индекс массы степени? Вот это какая степень? Троечка, наверное. Нет, я думаю, вторая степень. Ну, вторая. А, только это вообще ни о чем, да? Нет, это прилично. У меня, по-моему, вторая не сказали. Вторая, да. Третья, четвертая это уже перебор. Уже перебор, да. Да, в общем, без вот таких глобальных животов, чтобы талии ваши были. Вы можете быть большими, но соблюдайте песочные часы, чтобы мужчинам было приятно вас обнимать и, к сожалению, поменять свою фигуру невозможно. Ну, нет, да. Нельзя? Даже если похудеешь? Нет. То есть, у кого-то действительно жир откладывается больше в области живота, у кого-то в области бедер и попы. Нет, но если проверяли же, да, что живот не должен быть у женщины больше скольких-то сантиметров. Восемьдесяти. Больше восьмидесяти, да. То есть, там получается же, если выпуклый. Но если женщина склонна к тому, чтобы набирать жир в области талии, она будет набирать жир в области талии. Она не может каким-то образом особым худеть или особым толстеть, так чтобы изменить вот эту тенденцию. Локально похудеть невозможно. Даже если каждый день заниматься зарядкой, я уже полгода занимаюсь каждый день с подругами по зуму зарядкой. Это правильно. Это мучительно. Это я после этого ложусь обратно спать. Я такая измотанная. На весе это не отражается никак. Абсолютно, да. Может быть, попробуйте танц или какой-нибудь другой. А зачем? Если вы прилагаете мужчина к танцам, то вы можете... Вы приходите на занятия, например, на батчат, а он там уже автоматически приложен. Да, Варечка. Вам, Елена, не надо ходить. Не надо? Хорошо. Уговорили. Согласна. Тогда все упадет, а вам лица падает. Во-первых, первое, что я теряю при потере веса, угадайте, что? Грудь. Да. Это у всех так, да? Ну, да. Остаемся в своем весе. Сто процентов. Спасибо большое. Спасибо. Это был подкаст «Просто такая генетика». Подписывайтесь на нас в подкаст-приложениях и в YouTube. Оставляйте свои комментарии под выпуском, пишите вопросы и пожелания по темам. А еще в телеграм-канале Генотек каждый день публикуют интересные посты о научных исследованиях в генетике. Подписывайтесь и там. А вы-то сами как относитесь к бодипозитиву? Генотек Просто такая генетика.